Добрый день, братья и сестры. Сегодня у нас вопрос, который довольно часто задают многим священникам о том, как поститься перед причащением. Как держать пост перед причастием, болеющим сахарным диабетом, если принимаю метформин, то сахар 17 единиц, не принимаю 35 единиц. Дело в том, что положенный пост перед причащением полагается тем людям, которые не имеют проблем со здоровьем. Если у нас здоровье позволяет, мы должны поститься перед причащением. Чаще всего это три дня. В некоторых случаях, в некоторых храмах батюшки говорят, что надо поститься семь дней. То есть эти правила, они являются, так скажем, идеалом, который нам желательно соблюдать. Если мы можем, надо это делать. Но если здоровье не позволяет, то никто вас не отлучит от причастия за то, что вы не постились перед причащением. Бывает очень часто так, что людям приходится пить таблетки утром, иначе они просто могут упасть на службе в обморок или им станет плохо. Не надо до этого доводить Бога, не нужны такие жертвы. Наша жертва Богу должна нам быть в радость. Если пост нам по силам, мы будем ощущать, что это действительно наша жертва Богу, и она идет на пользу нашему духовному возрастанию. И перед причащением самое главное, даже не столько помолиться и вычитать определенное правило, а попытаться осознать этот момент встречи с Богом, со Христом в причащении тела и крови Его. И когда мы с искренней верой, с покаянием подходим к чаше, то именно это самое главное, а не то, сколько мы молитв прочитали. Если мы ставим для себя такое правило, что сколько мы прочитали, сколько мы попастились, то мы уподобляемся фарисеям. А наша вера должна быть живая, чтобы мы ощущали присутствие Божие в своей жизни. И, конечно, надо обсуждать с батюшкой, как он вам посоветует, как ему лучше поступить. Но я думаю, что если у вас такие серьезные проблемы со здоровьем, то ни один священник не заставит вас поститься перед причастием. Кроме того, я хочу сказать, что очень важно понимать, что пост – это наша жертва Богу. Богу не надо то, что мы будем поститься. Это нужно для нас, чтобы мы ощущали это. И поэтому, когда мы видим, что нам это тяжело, мы не справляемся, то пусть лучше мы совсем не будем поститься, но придем к Богу, пусть даже из последних сил, и будем в храме, может быть, сидеть всю службу, но мы придем к Нему. Чем мы скажем? Что я не могу стоять, не могу еще что-то делать, и поэтому я не приду совсем. Я желаю вам Божьей помощи, крепкой веры, чтобы вам удалось со своим духовником решить этот вопрос, и чтобы вы всегда, самое главное, причащались с тела и крови Христов, с искренней верой. Спасибо, Господи.